Привет, друзья! С вами канал Морослайф и я вам так скажу, что не день, то какие-то новости. Сегодня будем говорить о транзитах через Венгрию и Словакию. Появились новые новости. Начнем с Венгрии. Кто не знает, с 1 сентября Венгрия закрывает границу, то есть уже закрыла, по сути, об этом мы говорили в нашем эфире. Сегодня прочитаю вам основные новости, правила въезда транзита в Венгрию и через Венгрию, все эти обновления. Ссылочки обязательно оставлю под видео. Спасибо всем тем, кто откликнулся и ответил на наш опрос. Так вот, ребят, с 1 сентября 2020 года право въезду в Угорщину мать громадян Украины, які є членами семьи громадян Угорщины, які мають дійсный дозвіл на постійное проживание в Угорщине, то есть члены их семей, які мають дійсный дозвіл на часовое проживание в Угорщине, что дає право перебувати на территории країни більше 90 днів. Нас, честно, это сильно не интересует, конечно, у кого есть гражданство в Венгрии, либо у кого есть тривалый побуд в Венгрии, пожалуйста, с этой информацией можете ознакомиться. Нас больше интересует транзит, потому что есть новое правило. Венгрия также ввела два теста на коронавирус. И вот как раз этот пункт. Усі громадянин Украины, которые проживут в Угорщине, обовязково потребляют до карантину на 14 днів по месту проживания або в шпитале. Звольнитися от карантину можно на основе результатов двух негативных тестов, выключено в Угорщине на COVID-19, с разницей выдачи, что наименше у 48 годин. Вот такие вот дела. Результаты иноземных тестов не рассматриваются. Так что не нужно делать никакие тести в Украине, только делать нужно там их. На украинско-угорском кордоне для въезда в Угорщину можно выкользовать только пункты пропуску ТИСА, ЛУЖАНКА и ВІЛОК. То есть три пункта, которые работают по въезду. Громадянин Украины, которые желают транзитом переткнуть территорию Угорщины из Украины в Угорщину, точнее через Угорщину, не потребуют отримания индивидуального дозволу для транзиту, если грамадянин Украины повертается в Украину, а также в разе, когда. Внимательно. Я бы еще сюда, честно, добавил бы те договора, особенно если вы возвращаетесь из Чехии, которые у вас будут на руках, обязательно их взять с собой. Это тоже важный пункт. У меня было потом никаких проблем и штрафов, и депортаций. Следующий пункт. У особенного наявный документ, что подтверждает право на въезду в Украину при значении, в зависимости от требований конкретной страны. Дозволь на проживание, рабочая виза, бронювание готелю, документ на право властности и рухомости, результаты тестов на вирус, то что. А также за необходимость документа, что подтверждает возможность вашего въезда до других транзитных стран. Румуния, Сербия, Хорватия, Словенія, Австралия, Словаччина и так далее. На украинско-угорском кордоне для транзиту можно выкрасить выключены пункты пропуску Теса и Лужанка. То есть транзит идет только через два пункта. Час транзиту не может превышать 24 часа. Контроль за дотриманием правил транзиту выполняется полицией. Вот такие вот, друзья, новости интересные по Венгрии. То есть транзит возможен, проезжать можно. Это самое главное, что с Чехии в Украину, хоть с Украины в Чехию, без разницы. Главное, чтобы были все эти перечни по документам, которые озвучил я выше в видео. Опять же, кому интересно, можно более подробно ознакомиться на сайте. Ссылочку еще раз повторюсь, оставлю под видео в описании. Сейчас же переходим к следующей стране. Это Словакия. Словакия пошла по той же ситуации, как и Венгрия. С 1.09.2020 года изменила правила въезда в свою страну. Всю информацию я взял на сайте посольства Украины в Словацкой республике. Опять же, ссылочка будет под видео. Посмотрите. И там уже расписано все подробно полностью по границам, по транзитам, по работодателям. Нас интересует граница. Все особи, которые въезжают в Словачину, обязаны пройти регистрацию на интернет-ресурсе. Специальный сайт. Еще до перетину кордону. Та на дату подтверждение про такую регистрацию співробітнику прикордонной службы при перетині кордону. Також про прибуття з країн ризику потрібно повідомити свого терапевта, педіатра. А если его нет, то регионального лікаря, соответственно, до места проживания. То есть там, где вы проживаете. Дотримание вищезгаданных вимог накладывается штрафом у размера до 1659 евро. Вот такая вот ситуация, ребята. Поэтому с этим не шутим. Кто будет ехать через Словакию транзитом, обязательно заходим на сайт, регистрируемся, делаем все эти, вводим данные. Кто будет это делать, обязательно, ребята, поделитесь в комментариях, как это выглядит. Потому что, опять же, если сейчас ситуация с регистрацией на визе, очень плачевная в Украине, интересно, как будет здесь, конечно, работать. Я не думаю, что там большая стоит очередь на пересечення через Словакию. Но, опять же, это такая штука, что сегодня сайт работает, завтра не работает. Поэтому делитесь обязательно своим опытом. Работодавцы. Работодавец обязан переверять дотримание своими працовниками вимог Уряду Словакской Республики щодо проходження домашньої самоизоляції та здачі тесту на коронавірус в лабораториях Словаччини. Если працовник документально не может подтвердить данные факты, работодавец обязан поведомить про это региональный орган охорони здоровья и заборонить доступ такого працовника до рабочего места. Недотримание цієї вимоги накладывается штрафом у размера до 20 000 евро. То есть, Словакская Республика взялась так посерьезнее. Они начали штрафовать уже работодателей. Если работодатели халатно относятся, то будут получать штрафы до 20 000 евро. Если, опять же, вы приехали незарегистрированы, типа я забыл, не знаю, то могут вам наложить штраф до 1659 евро. Как это на самом деле, я, честно, ребят, не знаю. Я через эти границы не езжу. Я выбираю, предпочитаю самолет. Так проще, прямые рейсы в основном. Да, иногда бывают исключения через ту же Австрию, либо Польшу. Был у нас опыт такой. Но это все нужно, опять же, смотреть через определенные сайты и понимать, можно въехать, нельзя въехать, с какими вы документами это делаете. Очень важно. И проверяйте всю эту информацию на тех же сайтах, на тех же ссылках, которыми делимся и мы, которые делятся и другие ребята. Чтобы не попадать в такие вот нехорошие ситуации с этими штрафами. Вот такая информация, которую я хотел с вами поделиться. Но мы будем следить за следующими новостями. Так что увидимся в следующих выпусках. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайкосик этому видосику и поделиться этим видео с вашими друзьями. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»